В мою долю выпало последнее слово распятого Христа. Следующее слово будет уже о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому я имею особое основание вас поздравить с наступающим праздником воскресения нашего Господа. Аминь. И сие сказав, испустил дух. Дорогие мои братья и сестры, Дорогие мои братья и сестры, И слова распятого Христа тоже содержат некоторые весьма драгоценные истины, К тому же обладающие большим практическим значением. Христос в Своем последнем слове на кресте говорит нам о некоем сокровище, которым мы все обладаем и о котором мы никогда не должны забывать братья и сестры. Говорит Христос, умирающий, о сокровище, которое нам дано самим Богом. Вот почему к нему надо отнестись с особым вниманием. Что это за сокровище? Слушайте, это сокровище наш дух. Наш дух. Слово Божие говорит о трех частях нашего человеческого естества. О духе, душе и теле. О духе, душе и теле. Говорит Слово Божье. В первом послании к Петру Никитцам, в пятой главе, в двадцать третьем стихе, мы читаем. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Прочитав эти слова в первом послании к Петру Никитцам, мы с вами видим, как Слово Божие, не люди, а Слово Божие, располагает в нашем естестве вот эти три его части. На первое место Слово Божие ставит, что? Дух, затем душу и, наконец, тело. Никогда не будем забывать об этом Божьем порядке в расположении трех составных частей нашего человеческого естества. На первом месте дух, а мы о нем так часто забывали, братья и сестры, о душе говорили много может быть, о теле думали немало, но дух где-то был в тени, и мы часто его не замечали, братья и сестры. Сегодня умирающий на кресте Христос все наше внимание обращает вот на эту самую важную часть нашего естества, на наш дух. Правда, мы должны признаться, что нам трудно понять разницу между духом и душой. Это вековечный богословский вопрос братья и сестры, и можно было бы на нем остановиться, но не сегодня, когда у нас считанные минуты. Есть, конечно, разница между духом и душой, но трудно эту разницу подметить. Только послушаем сейчас, что говорит о духе экклезиаст, этот мудрейший из проповедников. Вот он что говорит. «И возвратится прах, то есть наше тело, в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Слышите, братья и сестры? Дух возвратится к Богу, который дал его. Значит, на основании хотя бы даже этого одного места мы можем получить познание о духе, как о даре Божьем. Он, когда сотворил человека, вдунул в него дыхание жизни, дыхание жизни. И экклезиаст говорит, что дух возвращается к Богу, который дал его. Дух — это то дыхание жизни. Какой жизни? Вечной жизни, братья и сестры. Ведь животные тоже обладают жизнью, но не вечную. Вечную жизнь обладает только человек. И именно человек стал вечным существом, когда после сотворения Бог вдунул в него дыхание вот этой вечной жизни. И этот дар Божий, это великое сокровище в нашем естестве, это дух наш, надо, братья и сестры, хранить, бережно хранить. Во-первых, от греха, от нечистоты, от загрязнения, а во-вторых, от гибели. Не в смысле прекращения вечной жизни. Человек может совершить самоубийство, но только положив конец телесной, физической жизни. Но нет самоубийства, которое покончило бы вот с духом нашим, с этой вечной частицей в нас, братья и сестры. Нет пистолета, нет яда, которые положили бы конец нашему духу. Он вечен, он вечен, дорогие мои. И надо его хранить, повторяю, от греха и от гибели. В том смысле, что эта вечная частица в нас может попасть в ужасные условия, которые будут длиться бесконечно. То, что называется в Слове Божьем адом, адом. Бух может быть загрязнен, братья и сестры, дорогие. Не вспоминается из моих молодых лет одно стихотворение, которое написала поэтесса, то есть женщина-поэт. И там есть такие слова. «Раз увидела я, как перо белоснежное потерял из крыла голубок, и упало оно, белоснежное, нежное, прямо в уличный грязный поток». Какая картина, братья и сестры, белоснежное перо голубка спускалось, спускалось и попало в грязную лужу. И, конечно, белизна его пропала. И вот этот дух в нас, это дыхание жизни, вечной жизни, это божественная частица, делающая нас подобными образу нашего Бога-творца, вот так вот попадает поток греха, нечистоты и загрязняется. Мы должны знать, что это дыхание жизни получили не только верующие люди, дети Божьи, нет, братья и сестры, все люди вокруг нас. Пусть они будут какие угодно неверующие, какие угодно от Бога отдаленные люди. Или пусть это будут люди, которые живут в самых отвратительных пороках, страшных пороках, о которых с этого места даже говорить нельзя было бы. Все равно они все имеют дух, имеют дух, братья и сестры. Это дыхание жизни полученной от Бога, вечной жизни, потому что все люди вечны, все люди бессмертны. Вот Евангелие нам повествует об одном человеке, который был членом Коринфской церкви, братья и сестры. Он был членом Коринфской церкви, но совершил очень большой, позорный, постыдный грех, о котором я не хотел бы с этого места даже говорить. Такой он позорный. И вот его дух, у члена этой церкви Коринфской, дух был запачкан в этом грехе, запачкан. Он не один раз его сделал, он его делал в продолжении некоторого времени. Но апостол Павел, который уразумел великую истину, что из трех частей нашего человеческого естества дух драгоценнее всего, он, услышав об этом члене Коринфской церкви, совершающем такой страшный грех, он ни на минуту, апостол Павел, не упускал из вида вот эту частицу драгоценную в этом так низкопавшем человеке. Дух его, дух его, как дар от Бога полученный. И смотрите, он заботится о спасении духа, запачканного духа, этого павшего члена церкви. И он предлагает Коринфской церкви предать его сатане, вот этого человека, во измождение плоти, чтобы дух, слушайте, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Читайте 1-й патроник Коринфянам, 5-й глава, 5-й стих. Предать его сатане во измождение плоти. Во измождение плоти. Апостол Павел готов был этого человека на страдания плоти отдать, на самые тяжелые страдания, мучительные страдания, лишь бы дух его был очищен от этого страшного пятна и был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры дорогие, вот это последнее слово Христа на кресте учит нас, верующих, правильно смотреть на смерть, на нашу смерть, как на отдачу нашего Духа в руки Небесного Отца. Тело наше мы не можем отдать в последние минуты нашей жизни. Оно не нужно Богу, братья и сестры. Оно предназначено для могилы, для тления. А вот Дух наш от Бога нами полученный, вот эту вечную частицу в нас, бессмертную, божественную, вот эту Христос отдал, умирая в руки Отца, и нас учит поступить так же, когда придет наш последний час. Мы многое, дорогие, отдавали нашему Господу Иисусу Христу. В нашей жизни многое отдавали. Те из нас, которые в молодом возрасте, будучи юношами или девушками, а может быть, даже отроками, подарили свое сердце Христу, они могут говорить словами одной чудной нашей песни «Я все отдаю Иисусу весну моих юных дней, весну». Хорошо, братья и сестры, когда Дух в такой молодости отдан Христу и Иисусу. Пока еще Он не извалялся в луже греховной, наш Дух, Он еще не затронут пороком, чистый еще пока, и так же бурями жизни не изношены, не потрепаны. Вот отдать Иисусу Христу Дух наш, молодой, весну нашей жизни. Это очень ценный дар для Господа, который умер за нас на Голговском кресте. И поэтому есть еще такие слова в одной песне. Разве рано отдать тебе сердце Христу? Возлюбил Он ведь юным, юным тебя. Разве рано заветы Его соблюдать? Миру весь по спасению несет. Разве жизни весну не отдать всю Ему? Ликованье хвалебную песнь. Неужели тебе лучше осени ждать? Свет увячший Иисусу принять? О, многие, не дорожа этим Духом, как даром Божьим, этой вечной частицей своего человеческого естества, не жалели свой Дух для греха, для порока. И страшно было бы, если бы можно было Дух фотографировать, как мы можем тело фотографировать. Он бы в наших глазах был отвратительным, таким вот запачканным грехом, пороком. Вот мы часто не видим такого запачканного Духа. А между тем, дорогие мои, люди, которые не дорожат этой божественной частицей в себе, а живут во грехе, они действительно пятнают Свой Дух. Конечно, Христос радуется и тому человеку, который приносит Свой Дух Ему, тогда, когда он уже осень жизни переживает, в осеннюю пору. Дух измотанный, Дух уже ослабленный, именно увядший цветок, братья и сестры. Многие из нас принесли такой цветок Христу Иисусу, но все же Христос порадовался, и ангельский мир радовался, когда мы уже в таком престарелом возрасте свой изношенный и грехом, и бурями жизни Дух принесли к ногам Христа Иисуса. Как никогда при отдаче нашей жизни Христу верна поговорка «лучче поздно, чем никогда». Лучче поздно, братья и сестры. Даже если придет к Нему человек, согнувшийся, ходящий на третьей ноге палочки, Христос будет рад. И отдачи такого уже совсем престарелого человека, своего сердца ему. Мы знаем, братья и сестры, что немало душ обратилось ко Христу на адрес смерти уже, представьте себе, прожили всю жизнь, свой дух, вот купали в потоках нечистоты и порока, не ценя его, прожили вот так свою жизнь. Но на адрес смерти увидели, как они были неразумны, что с этим сокровищем так поступали. И вот в последний момент отдают свой дух к Христу. Просат, чтобы он очистил кровью своей эту драгоценность. Получают очищение от Господа, получают прощение грехов своих и переходят в вечность очищенными. Как яркий пример такого обращения стоит сегодня и вообще на этой страстной неделе перед нами покаявшийся на Голгофе разбойник. Вот вам образец братья и сестры, который свой дух не жалел, отдавая его служению греху и пороку. А вот тут в последние минуты он увидел, как он был безумен и отдал свой дух Иисусу Христу. Но когда бы мы с вами не обратились ко Христу, последнее, что мы отдадим Господу, это будет наш дух, братья и сестры. Наш дух. Вот это божественное в нас, это вечное в нас. Последние слова распятого Христа должны быть и нашими последними словами. Отче, в руки Твои предаю дух мой. Это сокровище от Тебя полученное. Отдаю теперь Тебе его. Вот эту молитву Христа сделал Стефан, первой мученик христианства, своей последней молитвой. Под градом камней, которые на него летели, мы слышим слова его молитвы. Господи Иисусе, прими, что? Дух мой, Дух мой. Своим последним словом на кресте Христос указывает нам, дорогие, где надежная пристань для нашего духа, этого драгоценного сокровища. Грех кругом нас силен, искушение бесчисленное множество, братья и сестры. Кроме того, бурь жизни, которые так ослабляют нас, повергают наш дух в уныние, где нам его сохранить, это сокровище. Люди несут свои сокровища в банки, сберегательные кассы. А куда душ деть, чтобы он сохранился от греха, от искушения сатаны и от бесчисленных земных тревог? Куда нам его дать на сбережение? Это руки нашего небесного Отца и дорогого Спасителя, и Иисуса Христа. Дорогие мои братья и сестры, сам Христос, живя на нашей земле, кругом был окружен грехом и пороком. Посмотрите, как сатана старался запачкать его дух. Дух старался сатана запачкать. И поэтому искушал Христа многократно. многократно. А затем он был мужем скорбей. Сколько скорбей прошли над ним. Все воды и волны, и все мании, и голгофы прошли над этим мужем скорбей, над нашим Господом Иисусом Христом. И, наконец, дорогие мои, Христос готовится перейти в тихую пристань, небо, куда он зовет теперь и всех нас, искупленных его кровью детей своих. Много пережил и наш дух в нашей земной жизни, братья и сестры. Много житейских бурь прошли мы уже с вами. И молодые, и пожилые, все мы знакомы с бурями жизни. Сколько мы искушений с вами пережили, братья и сестры, дорогие, и еще переживем, потому что сатана, как лев шрикающий, хочет нас поглотить. Все это так. Но будем верить, что в этих надежных руках нашего Господа наш дух будет сохранен без пятна и порока. Без пятна и порока. И когда придет время нам переплывать реку, холодную реку смерти, мы будем переплывать, как вручив наш дух, по примеру Христа, в руки нашего Господа. Правда, братья и сестры? Да. Я кончаю свое слово словами еще одной нашей чудесной песни. «Когда пламя жизни душе догорит, и вечность она устремится, в долине теней кто меня охранит? Где духу от мрака укрыться? Тебе, о, спаситель, мой дух предаю, вели святой родине душу мою, с тобою от хладного мрака могил, в отчизну святую войду я. Аминь. Субтитры мрака 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 мрака